Праздничная служба традиционно проводится в 9 утра, но уже с 8 в храме начали собираться многочисленные прихожане. Православные спешили отметить именины церкви. Поздравить сочинцев с престольным праздником прибыл и митрополит Екатеринодарский, Кубанский и Сидор. Я посчитал необходимым прибыть сегодня сюда, помолиться в этот день в храме с жителями города Сочи, помолиться с духовенством. Литургия продолжалась больше двух часов. Вместе с митрополитом служили священники и настоятели всех сочинских церквей. Жители Адлерского района курорта много лет ждали строительства этого религиозного сооружения. Теперь, понимаете, кто тут близко живет, жители поселка Веселого, Блиново, они могут прийти в храм, помолиться и не ездить в другие районы. Храм появился только три года назад, помог случай, только в этих стенах его называют божественным проведением. Во время строительства дороги к Олимпийскому парку рабочие обнаружили развалины древней византийской базилики. Православная общественность сочла это добрым знаком и на этом месте начали строить храм. Позже он стал центром культурно-просветительского комплекса. Камень, взятый из руин, был заложен в основании храма, строили два года, расписывали около шести месяцев, ушло около 300 килограммов краски. Художники смешивали до десяти тонов, чтобы получить нужный цвет. Первую службу здесь провели на Рождество в 2014 году. Среди гостей был президент России Владимир Путин и заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Позже около церкви разбили сад. Теперь это единое культурное пространство. С храмом соседствуют приют, часовня и выставочный зал, где уже стали традиционными выставки, посвященные истории христианства в регионе. Престольный праздник по традиции завершился общей трапезой. После этого митрополит отбыл в Краснодар.